Совместное производство ТФ-1 Карреля и Ла Каллиниале. Автор сценария Себастьян Дарсе. При участии Центр национальной кинематографии. Композитор Дидье Жуля. Режиссер Жан-Цезар Сухорский. Аргай. Королевство Тирла, год 1250-й. Сражаясь с полчищами варваров королевы Ареалы, принц Аргай узнает, что его невеста Энджел погрузилась в непробудный сон, став жертвой колдовства. Принц читает книгу пророчеств, в которой описана его судьба, а затем в него попадает молния, и он исчезает, чтобы очнуться в Нью-Йорке тысячу лет спустя. Он прячется у детектива Оскара Лайтбалба и его помощника Барнами. А черная королева, злая ведьма, правящая этим миром, заинтересовалась принцем. Найти мне этого принца Геха немедленно. Она вызывает Оскара в полицию для допроса, но ничего не узнает. В ярости она отправляет его на тюремную планету, кошмарную F-107. Обыскать офис этого детектива и взять всех, кто там работает. Барнаби и Аргай обращаются за помощью к Паше, криминальному боссу Нью-Йорка, врагу черной королевы. Паша всегда в курсе всего. Он дает беглецам своего лучшего пилота. Ты учился летать в детском саду? Очень смешно. Забрав Мисс Мун, они летят на мятежную планету, где принцесса Лорелай противостоит злой королеве. Но клон Гека-2, еще более жестокий, чем его предшественник, посылает за ними свою гвардию. Глава 4. F-107 Это рулевой джойстик. А это для скорости. Красный огонек значит, что превышена скорость света. Простите, капитан, но мы почти у цели? Да, почти. Но скоро появится королевская гвардия. Но мы же оторвались. Ненамного. Будут с минут на минуту. Хорошие новости. Мы больше не увидим Оскара. Даю вам слово, мы его найдем. Расскажите про мятежную планету. А ты не в курсе? О, значит, точно из средних веков. Мятежная планета находится в созвездии Орфея. Черная королева не смогла ее покорить. А враг нашего врага? Наш друган. Нам не спасти шефа без помощи принцессы Лорелай. Принцессы Лорелай? Она правит мятежной планетой. На хвосте сидят двое. О, нет. Держитесь крепче, друзья. Сейчас будет фейерверк. Цель зафиксирована. Приступаю к уничтожению. Теперь ракеты идут точно в нас. Сделай что-нибудь, капитан. Аргай, видишь эту кнопку? Как только скажу, давай, жми. Ладно. Давай. Что случилось? Послал им приматку. Нет ничего тупее ракеты. Они будут пытаться еще. Я не могу идти до световой скорости. Держитесь. Мисс Мун, как вы? Хорошо. Корабли королевы повторили маневр. Сейчас вернутся. Еще два, прямо по курсу. Нет. Это флот мятежной планеты. Они атакуют гвардию. Есть. Ура. У меня. Назовите себя. Код ХХ709. Из флота Паши. Пилот капитан Билли. Отличная работа, ребята. Мы проводим вас на базу. Видите, принц? Это их планета. О, великолепно. Мятежная планета. Очень красиво. Есть новости о беглецах? Мы пытаемся их блокировать. Ну, Гекко. И принц будет пойман, госпожа. Связь оборвалась, командир. Все кончено. Что ты сказал? Корабли уничтожены. Неприятные. Проклятая Лорелай. Вечно она мешается. Корабль беглецов пошел в зону мятежной планеты. Вижу, дурак. Еще есть время покончить с ними раз и навсегда. Какой соблазн, Гекко. Да. Начать операцию мрак и буря. Избавимся, наконец, от этой мятежной планеты и принцессы. Давай. Боевая готовность. Боевая готовность. Операция мрак и буря началась. Планета F-107. 2075 год. Введите заключенную. Добро пожаловать на F-107. Рад познакомиться, мистер Лайтбалб. Полагаю, вам известно, что сбежать отсюда нельзя. В браслет вмонтирован передатчик, по которому вас всегда можно найти. Прекрасное изобретение, не правда ли? Если совсем потеряю голову, смогу ее отыскать. Как приятно встретить человека с чувством юмора. Ха-ха. Мистер Лайтбалб, вы проявили неуважение к закону. Надеюсь, этого больше не повторится. Будьте осторожны, у нас здесь грубые нравы. Увести. Будь я проклят, во что я ввязался. Перерыв две минуты. Здравствуйте, меня зовут Оскар Лайтбалб. Бензамин. Работа весьма утомительная. Более того, тупая. Я занимаюсь этим семь лет. Семь лет? Долгий срок. Наверняка есть способ отсюда выбраться. А отсюда не упускают даже мертвых. Вы думаете, что сели на месяц, останетесь до конца жизни? Мило. Тюрьма находится под землей. Мы даже не знаем, что там наверху. F-107, один огромный лабиринт. А с этим браслетиком на ноге и думать нечего. Если им лень бегать, просто включат его, и нога будет парализована. Ясно. На одной ноге далеко не убежишь. А еще оба. Скажите, Бензамин, вы же всех тут знаете. Я ищу Хаксли Барнса. Хаксли Барнс? Да, припоминаю. О, строгий режим. Строгий режим. Он полностью изолирован. Да, все по-другому. Но туда можно попасть. Там еще хуже. Мокрый, грязный, ползает всякая гадость. Некоторые даже кусаются. Но если хотите, попытайтесь бежать. Вас поймают и отправят туда. И даже ноги не придется лишаться. Перерыв окончен. Перерыв окончен. Приветствую вас на нашей планете. Спасибо. Мы только с земли. Еле пробились. Можно поговорить с принцессой Лори Лай? Паша советовал к ней обратиться. Я вас провожу. Идите за мной. Как красиво. И хрупко. Добро пожаловать на мятежную планету. Привет, капитан. Как Паша? Отлично, принцесса. Позвольте представить моих друзей. Барнаби, мисс... Мун. Муни-мун. И принц Заргай. Принц? К вашим услугам. Чему же я обязана такой честью? Это долгая история, принцесса. Я из другого времени. Принц Заргай не угодил черной королеве, так что... Неудивительно. Черная королева не выносит никого, кроме дьявола. Чем я вам могу помочь? Мой шеф на тюремной планете. Мы хотим его спасти. Но никому не удавалось бежать из этой тюрьмы. Уверен, с вашей помощью все получится. Принцесса, армия черной королевы приближается к нам. В нашей системе. Проводи гостей и дай им планы F-107. Единственное слабое место вентиляционной шахты. Принцесса, ваша помощь бесценна. Мне надо воевать. Желаю успеха, принц Аргай. Рад был познакомиться. Я вас оставлю. Может, еще встретимся. Удачи. Удачи и вам, принцесса Лорилай. Установите связь с флагманом. Я хочу говорить с королевой. Почему нет новостей о принц Аргай и его сообщниках? Их должны были перехватить. Что это значит? Приказ королевы. Она желает сама разобраться с бедлицами. Всем по местам и остановить этого принца. Это моя забота. Есть, командир. Королева что-то скрывает. Что тебе, Гекко? Мне сказали, что вы хотите допрыться. Ты не смог. Приходится делать твою работу. Дайте мне последний шанс. Я поймаю его. Теперь это вопрос времени. Не мешайся. Я готовлюсь к сражению с принцессой Лорилай. Ты старый никчемин. Твои услуги больше не требуются. Госпожа. Что еще? Мы в магнитном поле мятежной планеты. Ждем ваших распоряжений. К флоту готовиться к атаке и ждать дальнейших приказов. Скоро мы будем править и этой планетой. И ваша власть безгранична, госпожа. Ошибаешься, Гекко. У нее есть граница. Одна граница. Разве? Этот принц. Он моя граница. Он пришел из другого времени, чтобы бросить мне вызов. Гекко, возьми солдат и позаботься, чтобы принц не сбежал. Да, госпожа. Но разве принц и не на мятежной планете? Через несколько часов ее не станет. И принц должен погибнуть вместе с ней. Иди. Быстро. Да, госпожа. И не смей меня подводить. Солдаты готовы к операции мрак и пуре, госпожа. Принцессе Лорелая стала жить считанные минуты. На этом диске план вентиляционной системы. Но чтобы прочесть, нужно электричество. Поблагодарите принцессу Лорелай, капитан. Можете сесть на F107 незаметно. Игра в прятки? Ну, вроде того. Легко. Тогда отправляемся. До свидания. Удачи вам. Пока. Спасибо, она пригодится. Ты правда думаешь, что мы спасем Оскара? Если ускользнем от гвардейцев. Смотрите. Флагманский корабль. Надеюсь, принцесса Лорелай в порядке? Уверен, что так. Ладно, поехали. Один корабль покинул планету. Корабль мятежников? Нет, код ХХ709 из флота Паши. Это они. Быстро за ними. Их перехватить? Ни в коем случае сделаем по-другому. Отключить все системы. Операции призрак. Я хочу знать, куда они направляются. И приготовить сюрприз. Как сделать так, чтобы нас не заметили? Превращу наш корабль в призрак. Приготовиться к развороту на 180. Зачем? На случай, если пойдут за нами. Мы потеряли цель на радаре. Он идет на скорости света. Они не дураки. Какой у них курс? Идут к земле, командир. Идем тем же курсом. Я разочарован, Лайтбал. Весьма выдумали бежать через туннель? Собственно, да. Видно, годы уже не те. Я вынужден соблюдать правила. Вас переведут в сектор строгого режима. Ужасно сожалею. После вас, Лайтбал. Отсюда живыми не выходят. Ну, первый этап завершен. Теперь надо искать Хакскви. Чтоб не провалиться здесь, как на кладбище. Эй, что, новенький? Только что прибыл. Здесь приказываю я. Понял? Заруби на носу. Вот, бери и смотри, что вы не украли. Свободен. Иди ищи себе место. Жуткое местечко. Это лицо. Так и знал. Хаксли, Хаксли. Хаксли, Хаксли. А? Кто это? Не узнаешь? Лайтбалп. Оскар. Лайтбалп? Ну, как ты тут оказался? Тебя искал? Искал меня здесь. Ты сошел с ума. Надо выбираться отсюда. Мой бедный друг. Боюсь ты, совершил ужасную ошибку. Отсюда нельзя бежать. К тому же силы меня оставили. Я стар. Хаксли, что за ерунда? Я пробыл здесь 20 лет. Я уже старик, Оскар. Хаксли, ты остался таким же плаксой, как в школе. Кстати, у тебя получилось построить машину времени. Ну, разумеется, работает как число. Не терпится ее пробовать. Но сначала надо выйти отсюда. Что за шум? Дружка себе нашел. Спать пора. Еще наболтаетесь. Вся жизнь впереди. До скорого, Хаксли. Угу. Кажется, прилетели. Милое местечко. Мы не на отдыхе, Муни. Действуем быстро. Пока никто не знает, что мы здесь, но скоро узнают. Какой план, Барнаби? Дойдя в тюрьму через вентиляционную шахту. Мы с вами пойдем за Оскаром. Как только вы, капитан, укажите место. Муни, ты останешься здесь? Муни, ты останешься здесь? Да. Совсем одна? Проблема в браслете. Ну, не только. Даже без браслета отсюда нет выхода. Послушай, раз мы дышим, тут должна быть вентиляция. Да. А я об этом не подумал. Вот почему я детектив, а ты мечтатель. А-а-а. Шучу, Хаксли. Машину времени заверел ты, а не я. Пришли. Кислород для тюрьмы закачивают здесь. Но как мы найдем Оскара? Подключим компьютер к источнику электричества внутри и найдем. Вот только как по пять минуты. Да, точно. Не забывайте, надо торопиться. Я пойду первым. Моя очередь. И? Вот источник электричества. Капитан, подключайтесь. Капитан, подключайтесь. Продолжай. Твоя история меня заинтересовала. Она ждала своего часа много лет. Понимаешь, землю контролировала буквально горстка людей. Бизнесмены, политики. Их было совсем немного. Армия королевы их покорила, и она стала управлять нашей жизнью. Чтоб не провалиться, я начинаю понимать. Она повела безжалостную войну, перебив десятую часть населения планеты. Повсюду воцарил хаос. И никто не знает? Кроме меня, теперь и тебя. Ужасно. Ну еще бы. Королева обладает мистическими силами. Она бессмертна. С чего ты взял? Твой принц действительно из средних веков. Никаких сомнений. Нам сюда. Он мог встречать Черную Королеву. Есть! Нашел! Лайтпалп. Сектор строгого режима. Секундочку. Посмотрим на карте. Да, вон он. Отлично. Не заблудитесь. Пошли. После вас, Баннаби. Главное, чтоб нас не заметили. Это просто. Дождемся, пока отключится электричество. Почему отключится? Здесь используют солнечную энергию. А раз в день солнечное затмение. И электричество пропадает. Ну, правильно. Простая система. А зачем усложнять? Вот здесь нас не станут искать. Когда же начнется затмение? Трудно сказать. Ну, удача с нами, Таксли. Тут просто лабиринт. Скорее. Только этого не хватало. Ничего не видно. Сейчас мы это исправим. Все лучше, чем ничего. О, нет. Должна быть запасная батарейка. Вот так. Фантастика. У каждого закодированный браслет. Есть тут кто? Кто-нибудь. Сюда, Бисмуни, я здесь. Боитесь оставаться одна? Свет погас. Подумала, вдруг что-то случилось. Электричество отключили, но компьютер работает. Где Борнаби и Принц? Внутри, там. Надеюсь, они найдут Оскара. Это я его нашел. Он в вентиляционной шахте. Я подключился к системе и получил доступ ко всей информации. Смотрите. Лайтбалт Оскар, сектор строгого режима, ИТ-СТ-703. Я ввел код и нашел его в вентиляции. Невероятно. Они знают, где находится каждый заключенный. Вот почему я не отключаю браслет Оскара. Надо спешить, Хаксли. У нас мало времени. Ты забыл про браслеты, Оскар. Не беспокойся, не забыл. Надеюсь, на поверхности они не работают. Я тоже надеюсь. Помнишь, как мы лазили через стену в интернате? Тогда мы были моложе. Что находится в диаметре на противоположном направлении? Ф-107, комендант. Мистер, разворачиваемся. Они хотят спасти овечку, но попадут прямо в пасть к волку. Осторожно, Хаксли, тут яма. Хаксли! Хаксли! Где цел? Проклятие, все пропало. Скорее, я слышал крик. Не нравится мне это. Кажется, мы пришли. Принцер Гай, Барнаби, откуда вы здесь? Шеф! Я поклялся вас спасти. Как же я рад вас видеть. Оскар! Ничего, Хаксли, мы тебя вытащим. Бесполезно, я слишком устал. Сражайтесь с черной королевой, это вождение. Хаксли, мы без тебя не уйдем. Оскар, хоть раз в жизни послушай меня. Ты должен спасти своего друга и победить королеву, это главное. Будь прав, Шеф, у нас мало времени. Электричество включилось. Видите, две бегущие точки. Это принц Аркай и Барнаби. Чудо! Смотри, браслеты отключились. Хаксли, наши браслеты отключились. Живой, но немой. Уходите, пока не поздно. Шеф, он прав. Держись, Хаксли, я вернусь за тобой. Скорее, Оскар, будь осторожен. Ты должен спасти мир. Идем. Побег с Ф-107. Королева будет недовольна. Не понимаю, господин. Как зовут того, кто пытался уйти вместе с Лайдбалбом? Хаксли Парнс, господин. За что он сидит? Изобрел машину времени. Машину времени? Интересно. Не ослышались. Он изобрел машину времени. Она работает? Конечно. Хаксли ее испытал. И оказывается, Черная Королева уже жила в Средние века. В Средние века? Именно. А та Королева Варваров, что завоевала вашу страну, как ее звали? Ареала. Да, Ареала. Не удивлюсь, если Ареала и Черная Королева окажутся одним и тем же лицом. А проверить это можно, отправившись в Средние века. Сеф, вы уверены, что это удачная мысль? Да, Варнаби, у нас просто нет выбора. Теперь Королева нас знает, и полиция будет искать нас. Энджел. Я увижу мою Энджел. Сначала надо добраться до машины. Капитан, возвращаемся в Нью-Йорк. Надо поговорить с Пашей. Ладно, шеф, но только в Нью-Йорк. Средние века без меня. Ангел демона путь укажет. Кто был должен предать, поможет. Кто силен, умен и отважен, тот увидеть прошлое сможет. Удастся ли принцу Аркаю и его друзьям победить силы зла? Смогут ли они преодолеть злобные козни Черной Королевы? Создадут ли они чудодейственные лекарства, чтобы спасти юную Энджелу и тем самым раз и навсегда уничтожить королеву? Аргай понимает, спасение мира зависит от силы его любви. Не пропустите новых приключений Аргайи во времени и пространстве в главе «Большое путешествие». Фильм озвучен студией ИНИС по заказу компании «Централ Партнершип». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова